Просили! Утро моря! Речка Можепсин! Офигеть! Вот это тут ветер, ребята! Вот это сносит! Доброе утро, дорогие военные! Сегодня на календаре у нас 23, по-моему, 23.03.2022 год. Мы находимся на речке Можепсин и тут пипец, как метет ветер! Песок просто, машиня уже вперед ушла. Как думаете, зачем я сюда сегодня приехал? Конечно же, посмотреть какое море и попробовать искупаться. Если вдруг получится, я думаю, что будет очень классно. Новости! Самое интересное, что вроде бы ФАС отреагировала на наши флагозаявления о том, что вот что это так поднимаются цены необоснованно. Сказали о том, что все отели и так у них убрали НДС, понизили налоги, чтобы им было легко жить. Не вздумайте, ребята, поднимать ценник, ведь мы придем, поймаем и накажем. Дай Бог, чтобы так и было, а мы с вами будем помогать. Вот где вы видели необоснованный подъем цен на гостиничный бизнес, сразу же ФАС пишите, ребята. ФАС! Разорвали их там и все будет стоить еще дороже. У нас, знаете, вот эти продаваны прям больше всего радуют нашей жизни, что они без всяких обоснований наживаются на нас. Смотрите, какая водичка. Море, солнце, красота. Речка Можипсин. Как вам, ребята? Вот просто вид сам такой саркаститический, фантастический. Мне всегда нравились такие заводи, когда идешь по речкам и стоял, смотрел, вдруг там рыбка сидит. Ну пока вот рыбка там не сидит. Кстати, русло реки пересыхает. Это говорит о том, что у нас воды становится все меньше. Точно, но вроде море чистое. Осталось их как-то решиться, зайти в море окутываться. Те, кто понимает, что сейчас действительно за погода в Анапе и куда я иду, я думаю, вы меня сейчас вот в трепет моей души прочувствовали. Потому что там действительно, как бы, ну очень холодно. И сказать, что я приобрад, нет. Я жду, когда будет тепло. Сегодня у меня в 9 утра должна была быть съемка. И я договорился с Мариной, что мы перенесем ее, так как здесь на пляже... Ну, действительно, вот я только пришел, я уже замерз. Это надо перчатки, перчатки. Какая фотография. А ей надо позировать. Вот так вот повернешься. Да все, ветер в лицо. По солнцу становится... А! Вообще невозможно. Ой, смотрите, как метет. Летят песчинки над морем. Машенька, здравствуй! В машине у нас тоже поснимает со стороны, как мы будем заходить в море. Ну, слушайте, вода вроде бы чистая. В машине, кстати, показывал плюс 3 температуру. Интересно, какая здесь у нас. 6,8. Рисует, но это на солнце. Потому что, по ощущениям, мне кажется, даже гораздо больше. Посмотрите, как летит песок. Давайте отойдем немножко в сторону. Здесь такая разгонная тема, чтобы нам все-таки получить возможность нормально окунуться. Но тоже, я смотрю, дальше отходишь, там будет очень долго до глубины. Здесь все-таки купаться лучше. Ох ты, это метет, а! Просто как буря в пустыне. Каждый очередной такой порыв. Ты сидишь, ты думаешь, море. Хорошее сегодня было. Может, не будем купаться? Все говорят, Юра, почему ты не купаешь? Может, не будем купаться? Ну, ребята, ну, хватит. Вот я предлагаю. Я дома спал для себя. Нет, на самом деле, море зовет. В душе хочется прямо занырнуть. Опять глядят самолеты. Друзья мои, и температура водички 5 градусов. То есть, даже на солнце показывал температуру гораздо больше. Я по-моему, прям в шоке. Юра в шоке. Купаться, не купаться. Не знаю, решится ли до этого. Потому что, как-то очень холодно. Если вот здесь остановиться, можно вон туда уйти и вроде бы сразу окунуться. Потому что видно, что мель, можете увидеть, она вот в той стороне. Прям только потом идет глубина. В общем, она пробует зайти вот в этот промежуточек. А вдруг получится. Как вам температура? В перчатке я делал. В перчатках тебе холодно? Температура водички плюс 5. Дельфинчиков. Тут проблема в том, что надо еще найти, где этим дельфинчикам встать. Арктика холодно. Слушай, ты помнишь такой март? Нет. Я вот тоже типа обычно. У нас уже теплее гораздо уже. Ребята, вы помните такой март у нас в Анапе? Чтоб я снимал, показывал. Это просто реально не мартовская температура, а какая-то зимняя. Ветер несет песочек. Ну и вон нафиг. Юрончик. Купание ваше. Это кажется безумием. Ну ладно. Врываемся. У, чайка! Чайка! Доброе утро всем, кто смотрит нас. Тадам, тадам, тадам. Вода плюс 4,9, ребята, воздух плюс 3 Вообще просто морозно Самое главное не повторяйте Это очень холодно Прям очень-очень Особенно сильным ветром Я сегодня ощутил, что такое настоящая Арктика Вот теперь все, можно переодеваться и убегать На севере было холодно Приедешь к нам, посмотри, что такое холодно Ребята, вот что такое холодно Это купание весной в Анапе Я никогда не испытывал, наверное, таких эмоций, как сегодня Особенно от переодевания, наверное, больше, чем от купания Такое ощущение, как будто у тебя тысячи игл постоянно Еще и в куртке неудобно Втыкаются А тебе еще при этом надо переодеваться Везде песок Ты вроде только что вытряхнул этот кроссовок А в нем опять песок И еще много Песок очень надо любить Чтобы купаться в Анапе на песчаных пляжах И на севере Лето и жара Тепло Даже ваше минус 27 По сравнению Плюс 6 у нас в городе нашем Вроде бы я смог Тех дай бог не заболеть А еще говорят, северяне ходят без шапок Я тоже могу Особенно когда купался в своей шапочке Потому что голову защитил Это самое главное, чтобы в уши вода такая не попала Ух, но ноги отморозил знатно Прямо все пальцы как будто обмороженные и примороженные Такие вот ощущения, друзья Но море все равно спасибо, что приняло и отдало меня обратно Но на самом деле Лучше всего дождаться уже тепла И купаться по теплу Кстати, помните, мы ходили здесь монеты собирали Вот песок выдувает И сколько здесь еще разных таких монеток валяется Ощущения просто космические Не могу понять, почему вчера в Анапе Там была такая шикарная вода 10 градусов Здесь 4,9 температура Возможно из-за того, что речка рядом впадает Возможно из-за того, что северный ветер Сдувает теплую воду сверху И на место нее приходит вода из глубины Но ощущения от этого прям вау Знаете, взбодрился, проснулся Как будто и спать не ложился Вся энергия, все калории куда-то улетели Единственное, что действительно надо худеть Чтобы к лету красивее выглядеть Да нет, чтобы легче было пожаре передвигаться В красоте дела Всегда все говорят Вода, ты нормально выглядишь Я чувствую, ребята, когда мне тяжело двигаться Когда хорошо Ну что, машуне благодарим сегодня За помощь, Машенька, спасибо Мы с вами, возможно, еще днем где-нибудь увидимся А может быть вечером Ну, не знаю, как будет В общем, будем поглядеть Ребят, пишите в комментариях Как погода в ваших городах Как ваше настроение Какие ожидания от лета Хотите ли вы приехать? Хотел еще хейтерам сказать Ребят, если раньше там YouTube приносил какую-то денежку И там были важны просмотры Чтобы больше человек посмотрело Может быть, кто-то посмотрит рекламу Я на этом что-то заработаю То есть сейчас абсолютно не важно Поэтому вы пишите плохой комментарий Я вас просто баню И про вас забиваю Никаких эмоций к вам нету Потому что вас никто не увидит И не услышит Это на всякий случай Поэтому выбирайте каналы, на которых вам приятно Написать сообщение И интересно слушать вашего, так сказать, блогера А не смотрите, говорится, под нажимом меня И потом что-то там строчите в комментариях Мне все равно Абсолютно Поэтому всем, кто с нами на одной волне Огромничий привет из Анапы Желаю вам счастья, любви И увидимся с вами в следующем видеосюжете Не прощаемся, это интернет И самое главное, смотри Телеграм, Мориос Вконтакте Юра Озаровский Группа SEO Вконтакте Также Яндекс.Дзен И Рутуб Юра Озаровский Всем пока До следующего видеосюжета Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok